И вот такие понятия у нас существуют. Посмотрите, что россияне любят больше всего, чем где-либо. Так это настоящие русские бани. К слову о качестве, и мы говорим одно правило. Лучше суворовских бань вам не найти. Но посмотрите, праздник третий в русском православном духе. Это крещение. И только здесь в ночь на крещение проходит богослужение Господнее. С обязательным крещением источника, дающего жизнь. И это дух русских бань по-суворовски. И вы знаете, здесь в крещении все бесплатно. И вы можете абсолютно бесплатно откушать русского сбитня и попариться в передвижной купели. Потому что не каждый может зайти в морозную лунку просто так. А отпарившись в руках опытных банщиков, пожалуйста. К слову о том, что можно и на углях потоптаться, и потанцевать-то легко. Главное не задерживать ноги. А дальше крещение. И вот они постоянные посетители суворовских бань. Гости из Челябинска. И всего Южного Урала. И те, что приезжают, и те, что рядом. В очередной раз мы вам объясняем, что все купение абсолютно бесплатно здесь, в суворовских банях. К слову о купении. Сюда могут залезть и дети. Потому что вода, по сути, имеет такую же температуру, как и холодная. И вот оно чудо. Крещение Господья. Мы приезжаем сюда уже не первый год. Второй год приезжаем. Нам здесь очень нравится. Во-первых, очень близко, очень хорошо. Вода не замерзает. Всегда горячая щель. Парилка. Суворовские баня. Да, вот в суворовских банях вообще все так здорово организовано. И всегда и врач рядом. И что-то, помощь какая-то. Администрация и вообще все сотрудники этого заведения всегда отзывчивы. Идут навстречу любая просьба. Пожалуйста, горячая парилка. Пожалуйста, рядом у нас, значит, искупаться и в баню прийти. У нас сегодня еще процедура будет по хождению по углям. Это вообще так здорово, так великолепно. Вообще, мы едем. У нас вот гости сегодня со всех концов света. Приезжают все в суворовские бани. Буквально и с Магнитогорской, и с Челябинска, с Троицка, с Южноуральска. У нас такая большая компания. И вот мы уже второй год здесь. И Казахстан даже, кстати, да. Казахстан даже ездили. И мы уже ездили в прошлом году. И приедем в следующем году. И рекомендуем всем. Здесь так здорово. Так что, господа и госпожи, мы вас сюда приглашаем. В суворовские бани. И это лучшее воплощение русского духа. Парьтесь на здоровье. Так вот, ребятки. Сейчас я вам объясню, что вы в действительности можете за недорого прийти ко мне. Используя ваши материалы, сделать тот замечательный сюжет. Я вам сейчас продемонстрирую, как это все делается. Даже не буду... Дело в чем заключается? Мы можем смонтировать любой ваш сюжет. Если вы сильно захотите, то слово доставки ко мне делается очень просто. Отправляете любой носитель в любом виде. Представляете, да? Можете и кинокамеру доставить ко нам. Вот. И в виде А8, и в виде А16. Ну, 35, скорее всего, у меня не получается. Да и вряд ли кто-то это делал. Потому что, скорее всего, на 16 мм вы все это дело снимали, да? Я все это дело сделаю для вас и отправлю. Цена вопроса. Цена вопроса. Сейчас я вас объясню. Вот то, что я вам продемонстрировал, да? Общая цена вопроса двухминутного сюжета обратилась, ну, примерно в 5000 рублей. Вы, в принципе, также можете... Я еще раз объясняю. Двое минуты сюжета. Потому что, ну, извините, заниматься там переработкой многочасовых материалов и собиранием из чего-то там красивого, ну, это же тоже денег стоит, правильно? Я вам могу это сделать, но цену вы уже поняли, о чем речь идет. Вот. Высылаете вы мне все. Если вы еще выделите мне деньги, мы это все дело озвучим. Я вам объясню, как все это делается. Вот. В принципе, я вам могу здесь взять флешечку. И, по сути, к событию так и делается все. Я все это дело оцифрую, все это дело соберу. И вы за весьма небольшую сумму получите ваш необходимый результат. Вот как это было сделано здесь. А разницы нет абсолютно никакой. Full HD, HD, DV-кам, бета-кам. Все мы собираем. Все это у нас есть. Все это делается. Вот. Если даже вы возьмете вот эту фигнюшку. Ну, любая фигнюшка. Видите, сколько там у них? Набралось что-то внезапное. Вот. Я просто сейчас объясню. Вдруг вы захотели, но что-то не получается. Потому что, ну, вы знаете, для того, чтобы стать хорошим видеоинженером, ну, тут надо тоже постараться и потрудиться, да. Я вот 20 лет, если что, этим занимался. Объясняю ситуацию. Если вы снимаете вот так, то это будет не очень хорошо. Вот так. Камера вот здесь висит. Nokia 8800. Недешевый телефон. Качество картинки будет не очень хорошее. Потому что, представляете, да. Вот так вы снимаете. То есть, картинка вот так выходит. То есть, она будет разбирать. Всем объясняю, что если у вас есть нормальный любой телефон, такой, такой. Вот если у вас такой планшетник есть. Вот. Сейчас объясню. Вот так вы его вытаскиваете, да. Чтобы было понятно. Чтобы вы не снимали вот так вот. Понимаете? Это будет проблема для вас. Вот берете его и вот так вот снимаете. Оптимальный вариант просто снимать. Я там уже нарежу. Если что-то необходимо, можно подойти немножко. Ну, ладно. То есть, вы примерно понимаете, о чем речь идет. Ну, что ж. Это нововведение. И благодаря тому, что все-таки то количество сюжетов, которые я уже сделал, вам говорит, что никаких проблем у вас быть не должно. Просто снимаете, просто мне отсылаете, просто платите деньги, просто получаете замечательный, высококачественный монтаж. Ну, не самого плохого специалиста, скажем так.